Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградорству и виноделии. Зовут меня Светлана. И сегодняшний ролик будет посвящен такому сорту, как цитронный мангарача. Значит, наш участок находится в Дзержинский район Минской области. И нашему кусту цитронный мангарача третий год. Это его первое плодоношение. Да, он у нас сидит в южном пристенке. Вот дом. И метр от дома размещена шпалера. Верно, формировка со смещенной зоной плодоношения. Смотрите, какие крупные, хорошие грозди. Сегодня у нас 10 сентября. Вот такие вот гроздюльки. И уже ягодка начинает терять турго. Вот она еще не вялая, но начинает увяливаться. Да, вот здесь чуть-чуть пострадало от солнечных ожогов почему-то. Где-то по 1 гроздень на побег, где-то по 2 он у нас заложил. Шикарно зреющая лоза. Ну и сразу начнем с того, что стронный мангарач якобы у нас в Беларуси плохо набирает. Мускат и не совсем созревает. Ну вот наш, да, с одной стороны он в пристенке, а с другой стороны куст совсем молодой. Первое плодоношение. И мы его загрузили, так загрузили. Берем нижнюю ягоду. Получаем вот такую вот абсолютно коричневую косточку. И 21 брикс на значение в рефрактометре. Не показываю, потому что очень неудобно рефрактометр к камере подносить. И мускат, и цитрусовые ноты здесь прекрасно чувствуются. Шикарно зреет лоза. На сегодня 10 сентября. Практически до верха она вызрела. Опять же, шикарная сила роста. Свидать ему волю, так он бы, наверное, и на крышу залез. Показываю его с другой стороны шпалеры, потому что в стойнике все видно. Нагружен куст. Не скажу точно, сколько побегов. Потому что мы не считаем, что он нагружен для третьего года, для первого плодоношения более чем. Ну, как видите, в наших условиях он прекрасно созревает. Можно говорить о том, что такое год. Что при стенах? Ну, при стенах, на самом деле, найти на любом участке не проблема. Есть какие-то здания, есть сараи, есть сплошные заборы. Это раз. Второе. Да, сезон теплый, сезон неплохой. Но у нас уже были такие теплые, неплохие сезоны. При этом давайте вспомним весну. Растения слишком рано проснулись и потом, наверное, месяца полтора мучились, пытались выжить. Это ведь тоже, на самом деле, немножко и оттягивает созревание. Тем не менее, вот каких результатов можно добиться в наших условиях. Ну, честно говоря, как бы наше мнение, почему у нас так он хорошо созрел, это вот эта большая зеленая масса, которая дала возможность накопить сахара, хорошо растения себя чувствовать, но накопить вот эту самую ароматику. Потенциал у сорта очень хороший, урожайность он показывает шикарную. Единственное, что здесь ему даже, наверное, маловато места. Ну, будем смотреть в дальнейшем. Может, мы тут кого-то подвинем. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч.